Всем привет. Добро пожаловать на очередной эпизод On The Record с вашим ведущим Тон Вейсом. Этот эпизод мы тусим в Сингапуре в офисе Bybit вместе с CEO Bybit. Его зовут Бен. Привет, Бен. Как дела? Все в ничтях, спасибо. Так, ну что, мы с тобой встречались уже в Гонконге в феврале на Гонконгской конференции блокчейн. Да, сейчас типа каждую неделю эти блокчейн вечеринки по всему миру. В Сингапуре тоже их очень много. И сегодня CoinMarketCap'овский ивент. Достаточно прикольно тусно. И вот мы решили взять паузу, поговорить с вами о вашей бирже, о том, как вы вообще, ребята, это все замутили за этот год. Да, мы сделали дофига за этот год. Спасибо за поддержку Bybit и за меня. В общем, мы сделали дофига за этот год. Да, сейчас мы до этого дойдем, но перед этим расскажи мне и моей аудитории немножко о себе, как ты, что ты делал до крипто. Да, я был в индустрии Форекса несколько лет. То есть я делал биржу тоже ритейл Форекс, валютную биржу. Делал там все клево, смотрел, чтобы трейдерам было удобно, чтобы у них был хороший опыт. Да, 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 чтобы у них был просто мега ништячный опыт. Ну и в итоге я поздно пришел в крипто в раннем 2017, в начале 2017. Так что я очень молодой крипто-парень, сравнивая с тобой. Да, но ты имел уже опыт в реальном трейдинге. Давай поговорим о том, как ты пришел в 2017 крипто. Это же был хайп пузыря SEO. Как ты об этом узнал и что привлекло твое внимание? Да, это был хороший мой друг. Сейчас он менеджер директора E-Toro в Азии, Jasper Li. Ну и мои очень близкие друзья. Он запускал FXTM, Форекс, биржу азиатскую. И мы были, и мы были как бы конкуренты, но в итоге играли в покер, пили вместе иногда. Сидели в виски баре, пили в Шанхае, где это было? В Шанхае. И он говорит, чувак, ты знаешь, вся эта крипто история становится такая большая. А я говорю, ну да, да, я знаю, слышал, но нет времени сфокусироваться на этом. И он говорит, есть такая тема SEO. И он мне впаривал одно SEO. И после... Да. Кажется, это был кик SEO. Да. И в общем, я изучал, после этого изучал. И вот... О, да, я слышал столько дерьма про этот токен. И SEO их в глубокой жопе. Был... Ты все еще держишь их? Я думаю, я их продал, но немного на этом заработал. Но даже если ты немного заработал, это хорошо на этом. Потому что многие потеряли. Да, да, да. Но я, кстати, до сих пор держу до хера щиткоинов. Так что я еще не восстановился от этого. Но это не влияет на тебя, какое пойдет на твою биржу. Да, для нашей биржи продукт должен иметь хорошую ликвидность. Сейчас об этом поговорим. Ну, а этот чувак, твой друг, который тебя привел в крипту, он был... Форекс... Он занимался Форексом. А сейчас чем он занимается? Сейчас он менеджерный директор в Яторо для Азии. То есть... То есть он тебя привел в это, в криптусу, и ты снова с ним соревнуешься. Да, 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 прикольно. Вчера виделись только. И говорили об этом. Так, ну чё, говоря про крипты, вы сделали очень много за эти два года. Что... Когда ты работал на Форекс, это не была твоя компания, ты работал на компанию, правильно? Да, да, всё правильно. И что повлияло, что ты решил создать именно свою компанию, именно криптобиржу? Да, да, это как раз моя первая компания. Но мне очень повезло с моей предыдущей компанией, XM.com. Они дали мне дофига силы менеджерить весь регион, в основном китайский регион, азиатский. Вот, у меня было дофига опыта с этим, чтобы команда работала, да, и чтобы была нормальная биржа. Ну и крипта, когда Джесс мне сказал об этом всё, я провёл исследование, я действительно офигел. Как это круто, но я больше смотрел на китайские материалы и понял, что не хватает дофига информации с Запада. И я делал что-то типа обзоры на проекты, просто пробовал, переводил материалы с Запада на Восток. Делал где-то 6 месяцев это, и думаю, да, это должно произойти, и масса adoption придёт в крипто. И я хочу что-то делать постоянно в этом пространстве. А лучшее, в чём я могу, лучшее, что я умею, это биржи. Ну и, собственно, я стал уже искать биржи, которые дают плечо, деривативные, фьючерсные биржи. И тогда, на тот момент были только BitMEX и OKEx в феврале прошлого года, когда мы начали... Окей, слушай, ну, вроде Derbit уже были на рынке. Derbit были, да, но у них были только опционы. По-моему, у них были ещё и фьючерсные контракты. Да, были, но не бессрочные. Мне кажется, что когда мы начали, бессрочные были только у BitMEX. А у Derbit были со сроком экспирации. Да, а мои любимые, это как раз бессрочные контракты. И в крипто очень много манипуляции, поэтому бессрочные контракты могут помочь вам избежать ликвидации. Окей, про манипуляции мы поговорим ещё, потому что BitMEX вообще говорят, что, не знаю, насколько это правда, что BitMEX играет против своих пользователей. Я не видел, не видел прямых фактов, но как вы гарантируете, как вы убеждаете трейдеров, что вы не, как биржа, не играете против них, то есть у вас нет каких-то скрытых партнёров и инсайдеров, которые могут стоп-лоссы и позиции трейдеров смывать. Да. Ну, я думаю, что первое, это дизайн продукта, бессрочные контракты, потому что ликвидация, ликвидация трегируется рыночной ценой. Не знаю, как BitMEX это работает, но у нас нет никакого скрытой манипуляции. У нас в начальном этапе мы сделали ликвидность, у нас было 5 маркетмейкеров. Да, у нас есть маркетмейкеры, которые заполняют спред и... Ну да, да, да. И самая главная задача для начальном этапе, особенно для биржи, это ликвидность. Да, да, абсолютно. И мы так много с маркетмейкерами говорили, и так многие маркетмейкеры говорят, что они маркетмейкеры, но они не являются. Вот, в итоге мы нашли нормальных. Да. В общем, у нас есть первичные маркетмейкеры, которые поставляют нам ликвидность. И у нас есть рост ритейла. Да, да, вы, чуваки, молодцы, большие. Я был в Бангкоке и встретил кого-то из ваших кофаундеров в Бангкоке в феврале, и она сказала, она мне рассказала про Bybit, который я ни разу не слышал еще. Ну и потому что я сейчас не очень активный трейдер в связи с своим стилем жизни. И мы с тобой познакомились через месяц, и ты был тоже для меня новый. А потом все заговорили о твоей бирже, и как вы перепрыгнули Битмикс. Да, я думаю, что, возможно, поможет еще вашей бирже то, что случилось несколько недель назад, когда с Битмикса произошла утечка данных. Я верю, что это какой-то сотрудник просто случайно отправил в открытую по всем email рассылку. И это приводит к еще одному вопросу. Один из самых главных вопросов к бирже, это конфиденциально для клиентов, что и биткоин в безопасности, и все в безопасности. Ну и всякие вот такие косяки происходят, ведь криптопространство полно этих косяков. И как вы, ребята, избегаете того, чтобы плохая цена с какой-то биржи повлияла на ваш индекс прайс, на вашу цену. Да, да, была эта хрень такая с Coinbase, когда индекс прайс сильно скаканул. Мы были очень счастливы, потому что, как это случилось, буквально за три недели до этого, мы проапдейтили свой индекс маркет прайс. Да, и мы типа берем среднее значение с них со всех, так что такие резкие скачки особо не влияют. Ну да, да, мы учимся на своих ошибках. Ну да, это было потому что Kraken нам послал неправильный индекс прайс. Какие пары торгуются на Байбит? Биткоин против USD, но вы не держите USD, то есть так что у вас биткоин USD с биткоином как основным лежащим активом, обеспечивающим. И эфир к доллару тоже с эфиром как основной актив. Ripple и EOS к доллару тоже. И вы используете нативный токен, то есть вы не даете, допустим, держать человеку биткоин, но торговать эфиром или чем-то. Да, мы пока этого не даем, но мы в будущем хотим дать линейные контракты, которые позволят даже использовать стейбл коины типа USDT. Вы сможете это использовать как портфолио маржин. Почему выбираешь USDT? Как бы я тот человек, я из тех людей, кто ржет больше над USDT, прикалывается. Но все же говорят, что это зло манипулирующая биткоином не обеспечена. Я большой скептик. Но почему же вы тогда выбрали этот тизер голимый вместо каких-нибудь нормальных стейбл коинов? Ну, я говорил об этом недавно в твиттере, что как бы много хороших выборов. Если мы не используем USDT, у нас есть USDC, MakerDAO. Но ликвидность на этих парах и предложения на этих парах гораздо ниже. Особенно для китайского, азиатского рынка. И у нас куча людей оттуда. Люди любят USDT. Или если мы сделаем USDC, или MakerDAO, линейные контракты, они просто будут не такие популярные, как USD-шные. И нам постоянно приходят запросы добавить USDT, именно как основную валюту. Так, окей, хорошо. А как биржа? Сколько USDT вы будете удерживать или ответ нет, люди будут сами держать свои USDT? Да, они будут сами депонировать средства и держать их. Окей, мы знаем такую хрень, что USDT сейчас всего на 75 процентов обеспечен реальными долларами, но крипторынок вообще не парится по этому поводу. И как уже на этом шоу мы говорили, даже если американское правительство решит конфисковать оставшиеся 75 процентов долларов, которые обеспечивают USDT, то китайцы могут сказать, ну и пофигу, кого ебёт. Если мы все согласны, что один тизер это один доллар, мы доверяем компании Tether, что она не будет как минимум так же быстро печатать новые доллары, как правительство США. Так что USDT может быть лучше stablecoin, чем сам по себе доллар, без фактического обеспечения долларами. Если вы доверяете компании Tether, что они более ответственные будут к печатанию денег, чем правительство США. Да, да я тоже очень скептически отношусь к USDT, так что мне скорее всего предложен. Да, продукт будет, USDT базированный, но мы тоже сделаем скорее всего coin swap между USDT, USDC и MakerDAO. Так что всё, что вам будет удобно, вы сможете проворачивать. Но мне кажется, что важная часть, это что биржа биржа сама по себе не держит много USDT, потому что потенциально есть такая лазейка у биржи, но вы позволяете пользователям держать самим свои USDT, и если USDT соскамится, то как бы соскамится баланс ваших юзеров, правильно? Ну да, мы надеемся, что этого не произойдет. Это будет жестко для всего крипто-сообщества. О, да-да, криптоиндустрия получит по печени. Я думаю, что есть дофига инсайдерской информации, что за неделю или две, пока тизер соскамится, кто-то уже узнает и распродаст весь свой тизер в биткоин. Так что коллапс тизера может отправить биткоин на луну, потому что чуваки начнут по любой рыночной цене скупать биток, чтобы только выйти с тизера. Да, возможно, да. Это будет интересно посмотреть, что будет. Другой интересный факт, почему мы даем USDT, потому что ликвидность большая. Маркетмейкеры все сидят на USDT. Окей, я знаю, что у вас очень молодая биржа. Когда вы запустились? Когда вы выбрались из бета-версии? Декабрь прошлого года. Это было прямо на дне рынка? Да, точно. Первый день, когда мы запустились, это была низшая цена биткоина, 3300. Короче, мы только запустились, это было очень тяжелое, 8 месяцев, 9 месяцев мы работали, работали. Подожди, это было дно реально медвежьего рынка на следующую декаду, то вы можете говорить, да, чуваки, мы запустили биржу прямо точно на днище. Да-да-да, прикольно. Так получилось. Сейчас смотрим назад и видим, что это было очень прикольное время. Ну да-да-да, мы типа работали весь медвежий рынок, написали код, не покупали ни строчки, написали код строчка за строчкой. Все это было на медвежьем рынке. Да, мы набирали только настоящих фанатиков своего дела, Байбит, не каких-то левых чуваков. Все старались убедиться в том, что продукт получился отличный, всем доставляет. Окей, давай поговорим про команду. Вы запустились в Сингапуре? Да. Но вы стартанули из Китая или из Сингапура? Ну, у нас корпорация была в Сингапуре, айтишники из Шанхая, служба поддержки на Филиппинах. Так что немного децентрализованная команда у нас получилась. Компания в Сингапуре? Да, зарегистрирована в Сингапуре, да. Так вы выбирали это место как-то не случайно, из регуляторики, из регуляции. Я вот люблю Гонконг. Это прекрасный пример. 50 лет финансовой независимости. И знаешь, что-то какие-то люди говорили про какие-то драконьи законы в Сингапуре. Я не могу сказать про имущество здесь, потому что здесь имущество немного пугает, но персональное имущество здесь они уважают. Если ты держишь золото, серебро в Сингапуре, возможно даже самое безопасное место в мире, чтобы держать. То есть это был регуляционный момент или... Да, извини, я забыл сказать, что мы зарегистрированы на британских Вильджинских островах. А офис базируется в Сингапуре? Ага, окей. Да, да, Bridge Virgin Islands. Ну, первая причина, почему мы в Сингапуре, потому что сейчас Сингапур становится неким хабом, таким центром узловым крипто тусовки. То есть много конференций. Сейчас вот где мы с тобой, CoinMarketCap, они все происходят здесь, очень многие в Сингапуре. Так что мы думали, что это офигенное место, чтобы встречаться с людям. Вторая причина, это да, то, что ты сказал, законы, регуляция, достаточно дружелюбная. Мне кажется, что правительство сейчас выпускает что-то типа стейблкоина своего. Так что да, в принципе, вот из этих двух причин в целом. Клево, клево. Прикольно сюда приехать. Вообще, в целом. Так, ну давай. Сейчас я посмотрю в телефон, вспомню следующий вопрос. Я на самом деле приготовил вопрос в этот раз, и это немного для меня даже странно, что я обычно рандомно создаю. Но сейчас я столько перелетов, решил быть четким. Так что сейчас давай перемешаем немножко. Давай поговорим о... Сейчас я перемешаю чуть-чуть. Вот, давай поговорим знаешь о чем. Вот вы уже почти год, да, там 9 месяцев где-то на рынке. И видите ли вы какие-то изменения? Тебя, наверное, спрашивают часто этот вопрос, но видишь ли ты какие-то изменения за эти 9 месяцев в криптотрейзинге? Потому что одна из самых вещей, которые меня продолжают волновать, большинство моих видео про цену биткоина. И я был очень консервативный целый год с фактом, что... Типа, я знаю, что я не должен сам судить, сколько людей меня смотрят или за меня не фолловят на твиттере. Но есть ощущение, что... Да, есть ощущение, что новые люди не приходят. Видишь ли ты больше трейдеров приходит на твою платформу с других платформ? Или ты видишь серьезное количество новых трейдеров именно? Мне кажется, этот год был самый бедный на приток новых денег в рынок. И весь вот этот рост в 2019 был связан только с выходом людей из щиткоинов. И никакие из этих денег не новые деньги массовой адаптации. Чуть-чуть институциональных, чуть-чуть больших игроков, но совсем немного. А большая часть этих денег, мне кажется, просто вращается в тех, которые есть. Но тут ответы да и нет. Как бы... Не так много новых трейдеров, конечно, приходит с традиционных рынков. Но мы видим, новые трейдеры приходят. Мы видим. Они, может быть, альткоин-холдеры. Но этот год был стопудово годом леверджа и марджин трейдинга, торговли с плечом. И мы видим, до хрена новых чуваков приходят на Бабит, и они не знают ничего о трейдинге. Да, и как мне кажется, 40% наших клиентов очень новички в деривативном трейдинге. Судя по вопросам, которые они задают в нашу службу поддержки, что такое бессрочный контракт, что такое рыночная цена. И я бы сказал, что процентов 60 приходят с других бирж типа BitMEX. Так, и максимальное плечо, которое вы даете, это 100x, да? Да, все правильно. Но есть, допустим, разница между плечом 100x у Deribit и у BitMEX? Допустим, BitMEX позволяет тебе поставить стоп-лосс хотя бы, а Deribit там чуть-чуть по-другому. Вы больше как BitMEX или как Deribit? Ну, у нас вообще уникальная система, почему многие переключились на Bybit. Мы единственная биржа, позволяющая тебе выставить и стоп-лосс, и тейк-профит в момент ввода заявки. В момент входа. Да, да, в момент входа. О, это очень круто, мой брокер так делает. Да, 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 и как только твой лимитный ордер срабатывает, эти две точки выхода добавятся в твою позицию. Так, у вас один ордер отменяет другой? Ну, да, да. Ну, допустим, если я выставляю ордер и говорю так, тейк-профит здесь, а стоп-лосс здесь. И только если вот этот ордер исполнится? Да. Тут у меня стоп-лосс, тут тейк-профит. Как только один исполняется, второй отменяется. Правильно? Да. Окей. Это на самом деле очень круто. Потому что на некоторых биржах один исполняется, а второй все еще висит, и ты забываешь, и он потом в другую сторону против тебя срабатывает. Да, собственно, если твой изначальный точка входа не срабатывает, то эти два тоже не выйдут в игру. Ну и второй, да, если сработал, то один отменяет другой, да. Круто. Если люди захотят попробовать Bybit, у вас есть какой-то бумажный трейдинг, тестовый нет? Да, есть у нас тест нет. То есть люди могут попробовать не настоящими биткоинами потрейдить? Да, да, именно так. Клюто. Да, чуваки, если вы заинтересовались, то ссылка в описании с дополнительными бонусами по ней. Регистрируйтесь и пробуйте Bybit. Так, поговорим немножко о безопасной стороне. Опять же, самая важная часть в любой криптобирже – это безопасность или мои средства. Да. И, может быть, неправильно спрашивать детали про ваше холодное хранилище. Но, в целом, это самая большая проблема, которую вы переживаете, которая иногда будет у вас по ночам. Люди приходят на биржу, и как мы можем быть уверены, что биржа не будет прохакана, и наши средства не пропадут? И еще более важны внутренние хаки, которые пугают меня больше, чем внешние хаки. Можешь поделиться какой-нибудь информацией, как работает служба безопасности у вас на бирже? Да, все средства всех клиентов хранятся в холодном хранилище с мультиподписью, и только у фаундеров есть ключи. Это немного сложно каждый день, потому что все фаундеры должны подтверждать выводы. Сколько у вас фаундеров? Четыре. Четыре человека. Что-то ржут, непонятно. Ну, в общем, сложно иногда всем в одно время это сделать. Говоря про всем в одно время, когда я работал на Уолл Стрит, была прикольная часть. Компании, где я работал, у них была такая штука, как дата фондирования. Если ты опоздал на день, так что тебе надо будет создать заявку, найти как минимум 9 твоих коллег, чтобы пойти и сделать что-то. То есть, минимум 10 человек, составляешь заявку, запрос и... Да, и тут все хотят идти на рафтинг на весь день или там на рыбалку. Компания дает один день, и всегда было правило, что не могут все эти 10 человек быть в одном месте, на одном самолете. Даже если вот мы отправились на скайдайвинг, допустим, им пофигу, да, если вы спрыгнете с самолета, но вы не можете быть все на одном самолете в одно время. Да, 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 это, конечно, строгое правило, даже особенно в крипто, вот эти мультиподписи. Да, 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 у вас всех должны быть ключи, иначе в противном случае все это может пропасть. Да, мы теряем много эффективности по работе, потому что хотим... Потому что, да, мы вот за секьюрити, в первую очередь, за безопасность. Да, наша глава службы безопасности из Китая, из Penang Group. Он был главой службы безопасности много лет, и он вот только-только присоединился к нам. Мы еще не объявляли это, он только на прошлой неделе присоединился. И он, конечно, очень крутой специалист, помогает нам разрулить всего внутреннюю движуху, чтобы не было вот таких вот случаев про внутренние взломы и прочее. Так, окей, как обстоит вывод с биржи? Вы платите один раз в день? Три раза в день. О, круто, три раза в день. То есть кофандеры должны быть на связи три раза в день? Жесть, чувак, я просто знаю, что BitMix делает это один раз в день. А вы делаете это три раза в день. О, сложная жизнь. Слушай, ну расскажи вообще, какова жизнь SEO криптобиржи? Ведь ты наверняка дофига работал в последнее время. Да, ну, я думаю, что я потерял много семейного времени. Вот я тебе рассказывал, что первую половину года постоянно был в офисе, очень много работал с внутренним менеджментом, помогал вырасти нашему среднему менеджменту, убеждался, да, что наша команда нормально работает, ну и всякий там менеджмент, да. Ну и я счастлив просто, что, и это удача, что у меня есть такие крутые помощники кофаундера, которым тоже можно делегировать часть полномочий, потому что один я сам понял, что вообще бы не путем. Окей, мне нравится вот этот коммент Криптокроникс говорит, я люблю Bybit намного больше, чем BitMix. Спасибо. Чуваки, если есть вопросы, пишите, я постараюсь приглядывать за лайфчатом. Тон, ты, говорит, не смотришь на чувака, которого интервьюируешь. Так, ну ладно, давай поговорим про регуляционные моменты. Я все-таки должен, потому что на этом канале, на своем канале я рассматриваю регулярные моменты про регуляцию. Мои друзья хорошие, они думают, что я хочу максимум регуляции, но на самом деле нет. Потому что то, что я хочу, никогда не случится. Вот что я хочу, да. Я хочу обменники, биржи, практически все, которые берут деньги и отвечают за деньги других людей. Я хочу, чтобы эти компании и эти люди, биржи, были зарегулированы в 10 раз жестче, чем сейчас. Причем и в крипто пространстве, и в традиционном тоже. Но на обратной стороне, я хочу, чтобы пользователи всех этих компаний регулировали в 10 раз меньше, чем сейчас. Я не хочу регуляцию пользователей, я хочу регуляцию компаний. Я хочу быть уверенным, что регулятор сидит в офисе и убеждается, что вы не украдете мои биткоины. Но я не хочу, чтобы регулятор узнал все обо мне, о передвижениях моих биткоинов, проводил KYC процедуру. Я должен делать то, что я хочу со своими деньгами, но персона, которая отвечает за мои деньги, то есть биржи, я хочу быть уверен, что они реально нормально ответственны за мои деньги. Но у нас регуляция происходит в обратную сторону, что они особо не регулируют эти компании, но юзеров просто в хвост и в гриву с KYC и так далее. Посмотрим, как это все будет развиваться. Какой твой взгляд на средства регуляции? Какой план? Есть у вас какие-то идеи? Или это будет как с Напстером? Ну, я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. И будем больше зарегулированы. Вспоминаю этот путь в Форекс, когда я только начал Форекс, и мне кажется, это было тоже немного недорегулированным. Но прошло буквально лет десять, и пришло очень много регуляций на этот рынок. Да, да, на моей прошлой работе у нас было где-то шестнадцать регуляций, шестнадцать лицензий от разных стран. Штаты, Япония и так далее. Если мы хотим, да, двигаться на рынок, то мы должны получать лицензии. И это же произойдет из крипта. Так что часто задаваемый вопрос, когда регуляция придет, хотите ли там участвовать на этом рынке? Сингапур дает вот лицензию деривативной бирже. Ну вот, если вы хотите клиентов, то вы должны это делать правильным способом. Окей, а вы можете сейчас принимать официально сингапурских клиентов? Прямо сейчас не очень ясная регуляция в Сингапуре, особенно с марджин трейдингом в Сингапуре. Так что мы баним некоторые IP. Да, да, тут у нас глава, мы должны уважать локальный авторитет. Так что, use it or VPN, чуваки. Также мы баним из Штатов, ребят. Также мы баним IP-шники из Штатов. И недавно Гонконг, с недавних пор Гонконг. Потому что они тоже... Да, да, на прошлой неделе они издали закон. Что с Канадой? Канада? Канада частично. Некоторых регионов. То есть, некоторая часть Канады, да, может, а другая не может, да. Вот это интересно. Ну, вообще, это больше вопрос к нашим юристам. Я тут немножко не шарю о том. Это интересно. Так, а ваши юристы? Они из разных стран или... Из какого региона они? Мы работаем с... Мы работаем в основном с гонконгскими, но они работают с дофигищем криптопроектов. И поэтому они знакомы с всей этой... регуляторной ботвой. Так, окей, какой ваш самый большой рынок трейдинга? Китай, Россия. Вы допускаете Китай? Да, да, да. Мы допускаем Китай. Сейчас самый большой рынок это Европа. Большая часть Европы все окей. Китай. Еще Корея, Китай. Корея тоже, да, хороший рынок больше. А как у вас с Россией и Украиной обстоят дела? Мы пробуем зайти, и мы там пробуем работать с несколькими большими провайдерами софта. Тайгер терминалы помогают открыть нам рынки. Да, я давно не делал видео на русском. Я говорю по-русски и периодически делаю видео для другого YouTube-канала, 4клок. Я там гость, аналитик. Люблю Москву очень и Украину. Да, я думаю, это очень большой рынок, особенно базируясь на Форексе. Да, 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 и марджин трейдинг, и торговлю с плечом. Окей, двигаемся к следующему вопросу. Что вы, ребята, хотите сделать? Какое следующее инновационное решение вы хотите привнести? Может быть, что-то типа опционов или добавить больше монет. Может, я хочу больше спросить про Ripple. То есть сейчас у вас 4 валютные пары, да. Думаете ли вы добавить еще какие-то? Может быть, лайткоин? У нас нет лайткоина пока. О, почему нет? Ну, для нас в первую очередь, чтобы реализнуть новый продукт, это достаточно просто, это неделя где-то. Но самая сложная часть – найти первичных поставщиков ликвидности, маркетмейкеров. То есть быть уверенным, что ликвидность хорошая. То есть сейчас лайткоин проигрывает Ripple и EOS. О, жесть. Да, но мы больше как бы дистрибьюцию клиентов делаем. То есть EOS очень популярен в Китае, и наши китайские клиенты счастливы торговать им. А Ripple – это больше Япония и Корея. Они любят Ripple? Да, Корея очень любит торговать с плечом Ripple. Хорошо, а можно я спрошу у тебя такую штуку? Давай поговорим про Ripple, окей. Окей, Ripple, ты говоришь, популярен в Корее. А ты думаешь реально, что люди реально верят в долгосрочные перспективы Ripple? Или они просто трейдят им, чтобы получить больше биткоинов? Или их локальные валюты? Реально они верят в Ripple? Вот допустим, если я трейдю биткоином, то я верю в биткоин и хочу накапливать больше биткоина. Даже когда я трейдю биткоином, или Ripple, или лайткоином, или эфириумом, моя цель – это сделать больше биткоинов. Думаешь, Ripple трейдеры ставят задачу заработать больше XRP токенов? Или просто трейдят им, чтобы сделать больше профита в биткейле, в долларе или в фиате? Я думаю, что в первую очередь трейдеры на Bybit трейдят, чтобы сделать больше профита. Даже если они меняют это потом на биткоины. И выводят им. То есть они понимают, что держать Ripple – это плохая идея. Я думаю, они любят волатильность на XRP. Но все ваши пары против доллара, правильно? Но у вас нету, допустим, пар к битку, да? То есть как биткоин к эфиру, например. Нет, нет таких. Окей. Но мы предлагаем обмен монет. То есть они трейдят Ripple или EOS. И потом могут это обменять моментально на биток или на эфир. Без KYC, кстати. У нас нет. Да, я просто помню несколько лет назад Poloniex, Bittrex, Cryptsy и все эти трейдеры, которые учились торговать на криптопространстве, они влюбились в пару биткоин эфир или лайткоин эфир пары. И это все кросс пары. И потом, когда они приходили на традиционный рынок, я не говорю, а как это? Почему нет, например, Amazon к акциям Google пары? Торговый пар. Да, да, да. Ржака. Типа странная тема. Ну, вернувшись к продукту, мы собираемся добавить линейные контракты со стейблкоинами, как я уже говорил. И так, чтобы это была маржа портфолио. То есть вы можете держать в стейблкоине и на него торговать. Ну да. И плюс еще мы хотим добавить функцию, чтобы хеджировать позиции. Битмакс и Байбет, знаешь, все твои позиции объединены. А мы хотим делать, чтобы можно было делать лонг и шорт на одной паре и как бы хеджироваться. В общем, когда вы хеджируете, может быть у вас получится немножко маржи. Да, да, да. И постараемся запустить это в январе следующего года. Клево. Но, как ты сказал раньше, эти пары Эфириум Доллар, Риппл Доллар, Иос Доллар. То есть вы должны, получается, хранить в холодном хранилище Иос, Риппл и Эфириум? Да. Окей. Возможно, это осложняет выводы, поскольку, если вы хотите выводить эти штуки. Да, 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 да. Немножко сложно, да. Еще один вопрос тогда. У вас есть своя нода на Эфириум? Да, да, да. То есть у вас есть полная нода со всей истории, да, блокчейн Эфира. Как сложно было это настроить? Я не технический чувак, но я тебе скажу, что достаточно сложно было. Ага. Вот это еще одна из причин, почему мы не добавляем больше монет. Потому что, да, надо запускать полную ноду, и эти процедуры выводов – это ночной кошмар. Так что пока мы не добавляем больше монет. Ну да, вы, возможно, одни из последних ребят, кто может сейчас вообще держать ноду Эфириум. Потому что, если через год или два вы захотите, у вас будет огромная сложность. Не знаю, как люди запускают Ripple ноду, где отсутствует, где в районе двух тысяч блоков отсутствует. Да, то есть по Ripple вообще как бы вообще нормально держите ноду, вам это недорого стоит. Но тут я не очень уверен, мне надо поговорить с командой насчет этого. И такая же хуйня про EOS. Да, да, я бы с радостью пообщался с вашим CTO, да, он наверняка об этом вопросе более подкованно. Да, да. Да, да, я с удовольствием в следующем интервью проведу с ним. Потому что я реально интересуюсь, как это все происходит, как вам удается потретчить всю историю этих альткоинов, потому что это была одна из моих больших аргументов. И почему я не верю вообще в мир, где миллион альткоинов, потому что я не доверяю им. Я люблю свою ноду биткоин, да. И я не могу это сделать ни с какой другой валютой. Даже не пробую скачать блокчейн, эфириум. Я очень много историй слышал, читал про людей, которые знатно с этим поебались, так что я даже не буду пробовать. Да, да, да. Люди настраивают майнеры, там с ума сходят. Ну, в общем, это интересно мне. Так, что у нас еще? Пара вопросов было. А, так что, какие инновации на горизонте, чуваки, кроме новых монет, новых продуктов? Что вы хотите внедрить в традиционное пространство? Да, да, да. Может, вы хотите выйти на традиционные рынки с Bybit? Как регуляция на это смотрит? Ну, может быть, да, когда-то вы выйдете на традиционные рынки? Да, вот если традиционные брокеры съедят крипто-сообщество, я буду ждать хорошую компанию в крипто. В общем, я жду, когда объединятся эти. Да. Да, массовая адаптация идет или может обратно развернуться. Типа, если вы предлагаете продукт традиционным ребятам и говорите, хей, у нас очень хорошая ликвидность, хороший продукт. И да, давайте поможем с массой адаптацией. Ну, то есть это все в следующем году. Сейчас мы концентрируемся больше на настоящем рынке, на том, что у нас есть. Мы фокусируемся больше на MetaQuote, пробуем настроить MT4, MT5, MetaTrader на прямую с Bybit, для работы на прямую с Bybit, чтобы торговать эти контракты через свои терминалы. Вот на что я сейчас смотрю. Все эти боты автоматизированные, но это все в традиционном рынке, а когда вы идете в крипто, то все как бы веб-терминал. То есть мы сейчас работаем над этим, чтобы больше терминалов, поддерживать сервисов традиционных. Да, вот тут люди спрашивают, правда уже говорил, но может быть повторим как-то. Как вы такую ликвидность так быстро замутили? Да, у нас сейчас больше зрителей, уже к концу может повторишь как-то. Да, ну в самом начале мы, ликвидность это была самая большая наша задача, которую мы имели. Мы имели пять мест для маркетмейкеров, мы создали что-то типа соревнования между маркетмейкеров, кто потянет. Ну и в общем мы задавали определенный спред, а они нам показывали сколько ликвидности вот между этим спредом. И мы их потом измеряли специальными метриками. Еще один маркетмейкер, еще один, кто из них потянет. Ну и в итоге выбрали вот самых охуенных. Ну короче, нормально все с ликвидностью, не парьтесь. Так, ладно, кто-то спрашивает еще. Ты построил эту компанию. Ты говорил об этом в 2017, и запустилась она в конце 2018. И вы смогли это сделать без ICO и без токена внутреннего. Я это очень уважаю, и компания, которую я критикую все время за это, это Binance. Я всегда чувствовал, что у них очень скамный подход, что они напечатали миллиарды долларов своим токеном, и паривали всем свой токен, что типа он им нужен. И типа, что токен нужен им для внутреннего пользования биржи, дать вам скидку на комиссии. Не знаю, хочешь ли ты говорить плохо о других биржах, но нет ли у тебя ощущения, что Binance как бы нечестно появились в этом пространстве, что они сделали. Вы этого не делали, и регуляторы ничего не могут сделать. Ну, в общем, токен платформы, будучи security или utility токеном, мы увидим в будущем, как это будет развиваться. Мы просто не хотели брать на себя этот риск. Я знаю, как запустить биржу, и занимаюсь тем, что я знаю. Мне многие спрашивают, что Bybit приносит нового. Мы не приносим новых концепций транзакций или майнинга. Так что то, что реально крипте сейчас нужно, это биржа, которая выполняет хорошо свои фундаментальные задачи. Хорошее исполнение, хорошая волатильность, хорошая ликвидность, хорошая служба поддержки. Так что мы просто хотели сделать хорошую биржу, которая будет доставлять конкретно то, что трейдерам нужно предоставлять, без лишнего шума. Мне нужно потратить столько времени, чтобы понять, как этот токен интегрировать в биржу и что-то сделать, чтобы он работал. Да, 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 его сделать еще сложнее свою биржу. И если токен пампится, то уберяй в миллиардер. Да, да. Короче, ты понял, чувак, в жопу токены. Да, 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 все, в жопу токен. Главное это биржа, рабочая биржа. Да, да, у вас очень хорошая служба поддержки, я вижу ваш офис очень большой. И, да, и вы работаете со всем миром. На самом деле регулярный криптотрейдер в несколько раз больше давления имеет, чем обычный трейдер, потому что он трейдит и в выходные, потому что он трейдит 24 на 7, согласично. И служба поддержки, соответственно, также должна работать. Да, и вы должны быть готовы не наебаться. Да. Да, мы видели много, несколько бирж, которые наебались. Да, и последнее, что я хотел сказать, что мы запускаем очень большое глобальное соревнование трейдеров. О, да, давай об этом поговорим. Давай. У нас есть глобальные партнеры из Китая, Японии, Кореи. Мы ожидаем больше ста команд, участников. Как много человек в команде? Минимум 10. Минимум 10. Дальше мы подсчитываем топ 10, лучшие 10 трейдеров из вашей команды, и в итоге приз будет до 100 биткоинов. Это очень большое соревнование. Есть ли максимальное количество участников в команде? Возможно, да, у нас есть ограничения в 3 или в 4 сотни. Но я точно не уверен, мне надо проверить. Но вы не используете всех участников команды, только топ 10 подсчитываете, да? То есть, если большая команда имеет больший рост, чем меньшая команда? Да, возможно, да, потому что у вас будет больше шансов, чтобы победить. Да, и это, соответственно, это мотивирует людей еще больше позвать участников в свою команду. Да, да, да. Интересно. И трейдить будем настоящими деньгами или фейковыми? Да, да, биткоин. Для участия нужно депозит внести 0,05 BTC, 5 миллионов сатоши. И это не тестнет биткоин, это настоящие биткоины, да. Победитель определяется по процентам, это определяется по среднему значению команды. То есть, у вас есть победитель, команда победитель, первая команда, получается. И все в команде, даже те, кто проигрывают, предоставляют данные. Ну, получается, выигрывает тот, у кого больше всего профит? Процентов? Или в биткоинах? Да, 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 проценты. Минимум 10 человек. Да, минимум 10 человек. Если я, например, у меня команда 20 человек, и кто-то рядом делает команду 100 человек, и всего биткоинов в моей команде, это один биткоин, а всего биткоинов в его команде 20 биткоинов. Это не важно, потому что определяется, победитель определяется по росту процентов на депозит. То есть, не все начинают с одинакового количества. Да, каждый может начать с любого, с любого количества, и мы делаем скриншот в начале и в конце соревнования, и подсчитываем на проценты, кто заработал больше процентов. И как долго идет соревнование? 15 дней. Окей, 15 дней. И они могут трейдить чем угодно? Нет, только BTC к доллару. Только BTC и USD. Значит, они трейдят биткоин к доллару. О, прикольно. Вы же запускали это раньше? Да, у нас было уже 4 разных соревнований. Но это будет самое большое, глобальное. Предыдущие соревнования были китайское, корейское, но они были более локальными. Каждая имела примерно по 1000 человек. А это будет гораздо больший фонд, это будут глобальные уже соревнования. И мы предлагаем 20% скидку на все комиссии на момент этого соревнования. Чисто для участников, кто принимает участие. Если вы принимаете участие в соревновании, то вам 20% скидка на все это время. Так что это будет мотивировать тоже любого активного трейдера на Bybit участвовать в соревнованиях. Через хотя бы для скидки. И они все должны держать битки, которыми они трейдят? Конечно. Конечно. И они не должны создавать новые аккаунты. Просто... Да, да, да. Да. Просто со своего аккаунта зарегистрироваться. Окей, чуваки. Если вы трейдер на Bybit, если вы присоединяетесь к команде и входите в соревнования, и у вас 15 дней будет скидка на все комиссии. Да. Клево, клево. Круто, круто. Бонусы, все дела. Ну что, мы хотим, да, воздействовать на лидеров команд, чтобы они в социальных своих аккаунтах тоже проспамили хорошенько этой темой. Так что вот регистрация начинается 18 ноября. Всем welcome. Да, чуваки, ссылка в описании. И еще такой момент. Еще круто, что у вас ваше время онлайн было очень хорошее с тех пор, как вы запустились. То есть... Да, да, да. То есть мы потратили очень много энергии и сил, чтобы наш сервер не лежал никогда. То есть у нас вообще не было и не бывает, когда сервер лежит такого времени. У нас всегда все работает. Иногда нам приходится изрядно попотеть, но это так. Потому что у крипто нет времени, когда она не работает. Да, точно. Окей. Я думаю, что это все, ребята. Если вам понравилось, если вы на Байбите, обязательно принимайте участие в компетишне. Если еще нет, то регистрируйтесь по ссылке и зацените эту прекрасную биржу. Сейчас я взгляну быстро на свечи. Я все-таки аналитик. А ты не трейдишь, да, сам? Ну, я больше long time holder. Если я трейджу, то только в долго и в долго. Ясно. Ну, все. Дальше Тон смотрит на свечи и говорит, что о-о-о, туда-сюда. Но это уже к интервью не относится. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok